Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программы ХАУЭС в студии Нурди Нурмамбетов. Сегодня мы будем говорить о партиях. Почему? Потому что за партиями, ну, вернее, будем говорить о сущности этих партий. Что это такое? Как говорится, с чем его едят? Потому что за всем этим смыслом стоит наша общественная жизнь. Любое наше движение здесь, в Кыргызстане, связывается с партиями. Потому что партии у власти, они продвигают какие-то наши идеи. Ну, во всяком случае, мы считаем, что это наши идеи. Обо всем этом будем говорить с нашими гостями в студии. Здравствуйте, это Эдиль Байсалов. Здравствуйте. Вас как назвать, общественными деятелями? Да нет, у меня просто можно Эдиль Байсалов. Эдиль Байсалов. Игорь Шостаков, политолог. Добрый вечер. Давайте так, на вскидку, для начала, для разминки начнем с того, что как вы представляете партии у нас в Кыргызстане? Что это такое? И насколько эти партии по-хорошему, по-настоящему влияют на общественную жизнь? Помимо того, что понятно, что за каждой партией там стоят толстая сумма, они продвигают свои идеи. Ну, вы знаете, у нас уже вот в который раз, наверное, второй раз в парламенте, или, может быть, который раз вообще в обществе, у нас за 25 лет как таковых партий так и не появилось. Вот была у нас одна партия Атамикен, наша старейшая партия. Вот мы буквально видели, с какой ее костяк, там людей, даже сама фракция полностью и не приходит. То же самое вот мы сейчас уже можете посмотреть фракции ОНГ. Ту же партию, даже ту же республику, я уже не говорю про Бирбол. Это все атомизируется в парламенте, прям буквально вплоть до, знаете ли, я о чем хочу сказать. У нас настоящих партий в Кыргызстане нет. Каждый раз это солянка, каждый раз это такая консерва, куда вот, или лодка, куда вот садятся не по, значит, взглядам, не по убеждениям, а в силу там удобства, каких-то, значит, предпочтений, какой-то рынок там происходит, кто как лодочник друг другу сажает. То есть они продвигают свои идеи? Никаких идей там нет. Нет, свои. Нет. Они, каждый из них, это, значит, покупает билет лично для себя, вот то кресло в парламенте, вот они там, за ними охотятся. А чтобы кто-то там, даже на уровне, я уже не говорю каких-то идеологических. Ну, я, честно говоря, в нашем обществе, кстати, я поспешу успокоить, то, что такая же проблема, в принципе, во всех постмодернистских обществах. Понимаете, мы не, это не конец 18 века, начало там 19, конец 19, уже такого там классового общества, классового сознания, когда вот там рабочие, крестьяне, буржуазия, городское население, там интеллигенция, такого же нету. Каждый из нас сейчас, слава богу, значит, образован, грамотен. У нас могут быть очень консервативные, социальные, например, допустим, в почтении. Вы хотите сказать, что идет процесс становления? Ну, процесс становления, я хочу сказать, что, я думаю, что партия все-таки, в нашем обществе я даже не могу себе предположить, что ближайшие там 30, 40, 50 лет будут классические там правые партии, левые партии, потому что мы видим одновременно, вот в странах развитой демократии, в Европе и в Америке, что такие партии, они сами исчезают. У нас люди, каждый атомизирован, у нас не живет классом, не живет там профессии, у нас каждый отдельно живет. Игорь, вы согласны с этим? Меня, допустим, сейчас идиль вообще не успокоил. Даже, скажем так, успокоит меня тем, что идет процесс становления. Мне от этого лучше не стало. Дело в том, что в стране 25 лет, да, то есть 26 лет. То есть вы сейчас тоже хотите сказать то же самое? Нет, но идет взросление, скажем так, политической системы страны. Другое дело, что я вот уже говорил на прошлом эфире, когда мы обсуждали президентские выборы, а я говорил на прошлом эфире о том, что в 2010 году Тикибаев, когда писал конституцию парламентской системы, он, естественно, телегу поставил впереди лошади. Почему? Потому что парламентская система предполагает, что партия является, скажем так, носителями идей. Нет, не просто носителями идей. Это вот как для города градообразующее предприятие. Есть такое понятие, да, когда вот есть предприятие, вокруг которого как бы развивается и выстраивается городская инфраструктура. Поэтому, собственно говоря, партии должны были в 2010 года стать тем самым системообразующими организациями, которые бы выстраивали власть. Вот. Но парламент, который мы получили в 2010 году, он, в общем-то, показал, допустим, ну, яркий пример, это партия Арнамыс. Так называемая партия, вы помните, они заняли третье место на выборах, они были за Атажуртом из ДПК и третьими стали. Вот. Но они быстренько, через полгода, фактически, эта партия рассыпалась как карточный домик. Почему? Потому что один из вариантов был тем, что люди, вот я согласен, они ведь не по идеологическому там объединялись принципу, они объединились для того, чтобы решить, как предвыборное объединение, решить сиюминутную задачу, попасть в парламент, а там мы уже будем разбираться. И, по сути дела, партия выступает, опять же, повторю то, что я уже до этого говорил, как акционерное общество. Сначала я туда вкладываю, я туда вкладываю, а потом уже попав во власть, я начинаю получать дивиденды. То есть, по сути дела, мы получили в 2010 году закрытое акционерное общество, Жагор Кутимич, с телепатами. Да, акционерное общество, это, знаете, просто как автобус. Я покупаю билет, приехал, все, я вышел на вокзале, и я уже с вами не общаюсь. Тогда у меня такой вопрос, смотрите, что получается. Вот мы сейчас оба дружно сказали, что политическая система, архитектура, она, в принципе, не выстроена. Но мы же в парламентской стране между теми. Вот, 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 вот. Я сейчас как раз об этом хочу сказать. А зачем нам тогда парламентская республика? Тонтое дело, тот тонтое дело. Каждый раз, когда я уже на протяжении последних нескольких лет хочу вам сказать, что у нас демократия не пахнет, что мы хотели построить демократию, а построили вот такой, то ли олигархию, то ли паханат, то ли с элементами вот этой ахлократии, но демократии как таковой нету, потому что, вот, есть большинство депутатов Джоург Кенеша, я не знаю, какой легитимностью они обладают. Легитимность бывает, когда вы представляете какого-то рода интересы. Пусть это будет, там, индустриальные какие-то отраслевые, пусть это будет какой-то округ, пусть это будет. Большинство этих людей, не то, что простой человек на улице, таких мы не узнаем, ни Игорь, ни Нурдин, ни я, которые профессионально вроде бы занимаемся, мы знаем с вами, на вскидку, можем назвать, человек 10-15, ну максимум 20 депутатов. В лицо мы знаем из них где-то человек 15, остальные 100 человек, которые купили где-то билеты или какие-то заслуги почему-то попали в эти списки и пришли в парламенте и считают, что они могут творить законы в наших интересах или от нашего имени, никакой легитимности там нет. Ни в одной стране такого парламента, как у нас, нет. И одну минуточку я хочу все-таки довершить. Значит, парламентской, вот мы должны просто вот сейчас немножко мы отвлекаемся от этой дискуссии, когда мы все время, когда мы сейчас обсуждаем парламентскую систему или нынешнюю государственную систему, ее крах и банкротство, которое в принципе выразилось в суде Тикибаева. Эта система, которая должна была бы сделать значит демократию, верховенство закона, значит все остальные блага, вот где она создала, если она сожрала самого Тикибаева, в том числе не обеспечив его личную какую-то защиту, справедливость в его отношении. Поэтому очень коротко и очень ясно, мы должны эту систему просто похоронить, признать ее неуспешной, морально обанкротившейся и заново строить свое государство в интересах народа Кыргызстана. Если у нас вот эта архитектура неправильно выстроена, значит мы двигаемся в неправильном направлении. Если мы не двигаемся в неправильном направлении, значит у нас нет развития. Согласны с этим? Ну, дело в том, что еще раз хочу сказать, что нам всего 26 лет. Мы молодое государство. То есть я понимаю, я согласен, да. Мы сейчас можем сидеть еще 2 часа, даже больше, чем этот эфир. Еще 26 лет. Еще 2 часа говорить о минусах той системы, которую мы имеем. Но есть и плюсы. Я попытаюсь сказать... Давайте, только коротко. Плюс коротко, пожалуйста. Сейчас в парламенте мы имеем, худо или бедно, но мы имеем 6 политических организаций, которые в любом случае так или иначе контролируют друг друга. Пытаются так или иначе обеспечить хоть какую-то прозрачность. Есть те же, скажем так, вот Жанар Акаев, да. Он хотя находится в СДПК внутри, да, этой партии. Но он зачастую эту партию критикует. То есть все равно этот демократизм, он наличие есть. То есть мы так или иначе, плохо или хорошо, но мы все равно выстроили эту политическую конкуренцию. Политическую конкуренцию мы имеем. И выборы в 2015 году это показали. Что в отличие от заведомо... Вот даже я тоже участвовал в спорах, какие партии пройдут, да, в 2015 году, когда были парламентские выборы. То есть если мы можем, возьмем соседние республики, можно сказать, а вот эта партия победит и сколько мест... С Афганистаном на сраббете. Нет, я не сравниваю. Можно я не соглашусь с уважаемым... Низер Мухич. Дело в том, что вы знаете, даже когда... Вот мы сами признав, что партии у нас нету, что они все там сразу же растворяются, вы говорили про Арнамыс там... Предвыборное объединение. Предвыборное объединение, по сути. Ну вы сами, собой не замечая, вы сами говорите, вот у нас есть партии, они как-то оперируют твердки ниши. Политийских нету. Политийских нету. Политийских нету. Там есть политийская конкуренция. Там есть олигархат, там есть хозяева каких-то партий, есть фракции, есть депутаты, и которые вот вы сейчас, вот сессия откроется, мы сейчас сами ахнем, сколько из них куда перебежало. Из одной стороны, в другую сторону. Там не только Тяна Ракаев. И вы знаете, к сожалению, к сожалению, почему, вы знаете, почему Тяна Ракаев выступает? Он более-менее, он выступает, имеет свое мнение. Потому что на него не возбуждено уголовное дело. Но они над этим работают. Они над этим работают, что его возбудить уголовное дело. Вот он как журналист, значит, представьте себе иронию, или просто ужас этой ситуации. Будучи журналистом, он, значит, увидел организованную преступность оборотня прокурора, который угнетал, терроризировал целый район. Будучи журналистом, он снял об этом передачу, прославился. А Атанбаев, президент нашей республики, взял под личный контроль. Больше того, он пригласил этого Акаева стать его пресс-секретарем. Потом пригласил его, сделал депутатом СССР, так этот ОПГшник, оборотень прокурор, сейчас находится на свободе. И уже возбуждает уголовное дело, требует возбуждения уголовного дела против Тянара Акаева. И власть на это идет. Знаете почему? Потому что 90% наших депутатов Джордж Кенеш, они все ходят под террором политических преследований. Посмотрите, сколько из них по судам, из судов не выходит. Сколько из них в прошлом созыве было арестовано, сколько из них сейчас у них, значит, этот, да? Мы же не можем сказать, что эти святые люди, вы знаете, именно их за политические. Во-первых, всегда, вот наша главная ошибка, опять-таки, если мы будем, если мы не собираемся следующие 26 лет крутиться на одном месте, считая, что вот должно пройти 200 лет для того, чтобы мы куда-то вышли, мы должны вернуть парламентский иммунитет. Вот именно что в интересах общества? Убрать? Наоборот. Восстановить, железный внедрить. Парламентский иммунитет должен быть железным. Мы у нас... И государство... И вот, и смотрите, кто его убирал. Его убирали каждый раз президенты. На волне популизма. Они объявляли то, что парламентский иммунитет, значит, вот депутаты пришли, бандиты, воры, хапуги, и пользуются иммунитетом, и, конечно же, популярное вот это общественное мнение следовало авторитарным государствам. Ничего не изменилось же. Ну, смотрите, что изменилось. Вот сейчас, Текебаев, ему должно быть очень, значит, неловко, или вообще-то стыдно, или, может быть, он терзает, вот, значит, в разочаровании каком-то, потому что в свое время именно он, будучи вот лидером парламента и отцом Конституции, отдал на сидение и Тюлеева, и Кельдебекова, и Ташиева, и прочих других, а Аида Дженешбековна-Солянова, будучи генеральным прокурором, вот она и интерпретировала, что нету парламентского языка. Поэтому наша главная проблема в парламенте, мы должны освободить их от преследования, значит, наших карательных органов. Игорь, секундочку, секундочку. Вот ИГИ предлагает восстановить бронежилет в виде иммунитета. Я вижу другой минус, который был сделан Текебаевым, так или иначе мы сегодня о нем и говорим, но он как бы отец Конституции. Если мы помним, в 2010 году он, по сути дела, сделал императивный мандат, когда депутат, от которого мы выбираем, допустим, депутата, выбираем партию, то есть он неответственный потом перед избирателем. Вот, допустим, тот же пример Анамысо. Они же рассыпались, и, по сути дела, те люди, которые за них голосовали, они остались у разбитого корыта, то есть они потеряли своих представителей. То есть сегодня я вижу большую проблему, когда представители партии никоим образом неответственны перед избирателями. И если мы видим, как избиратели, что, допустим, этот член партии, депутат парламента нас не устраивает, мы не имеем абсолютно никаких механизмов, чтобы этого депутата отозвать. И более того, уже много раз я говорил о том, что вообще сейчас в идеале надо сделать следующий парламент 50 на 50. То есть 50% забирает партии иные, а 50% одномандатники. Потому что это будет конкуренция, и потом я, в конце концов, буду знать, кто этот депутат, и он должен нести перед собой, передо мной персональную ответственность. У нас, получается, партии парламентские живут своей жизнью, избиратель живет своей жизнью. Да, есть партии, которые системно работают. Как бы там ни было, в любом случае, и в 2010 году прошли, из ДПК, допустим, и та же республика, и прошли в 2015 году. Потому что в любом случае эти партии работали с электоратом. Плохо, хорошо работали, это другой вопрос. Но системная работа у них велась. А другие, по сути дела, это предвыборное объединение, которые вот собрались, прошли. То есть, надо восстановить ответственность партии, которые проходят в парламент, перед своими избирателями. Абсолютно. Вот этого у нас вообще нет. Потому что, это очень большая проблема. Это парламентская республика не должно быть. Нет, там еще такое еще дело, понимаете. Вот, например, политическая партия, вот депутат от политической партии, вот эта фракция, она же должна ощущать, значит, ответственность, и как бы, и играть на предстоящие выборы. То есть, в их интересах пройти следующие выборы, и поэтому они им должны быть интересны. Наша оценка. А что получается? А что получается, Нордин? Они как прошли, вот билеты купили автобус, сразу же в тот момент слезли, они на следующие парламентские выборы идут в другой автобус. Могут быть совершенно другую партию. Другую партию. И большинство из них туда и уходят. Это предвыборное объединение. И как нам спрашивается, их контролировать, под угрозой того, что мы тебя не переизберем. Вот единственное было общественное мнение, когда вот появился вопрос там с покупкой кресел, да, или ковров там, когда, помните, взорвался интернет, да, они на это отреагировали, потому что, извините меня, градус общественного мнения был высоко. Вы знаете, что так? Вы меня заклевали, но вы меня не успокоили. У меня вопрос к вам, смотрите. Если политической архитектуры нет, сейчас президентские выборы, мы же голосуем за личность, и правильно же? Да, на президентских выборах абсолютно, за личности. А зачем нам идти в партии тогда? Ну, президент, он будет главой всего нашего народа и государства, там, поэтому партийного принадлежность, это как бы вот, ну, строчка биографии. Якобы, строчка биографии. Но я вам хочу сказать, вы знаете, на президентских выборах мы будем голосовать за личности, но продолжая вот эту тему, вот про то, что про ту катастрофу, которую мы не видим, Нур-Дин. Вы почитайте те законы, которые они голосуют в парламенте, они их не читают. Они их не читают. Не сомневаюсь. И у нас нету ни партийных, ни фракционных, ни общественных. Вот у нас есть сотня неправительственных организаций, но даже никто из них не читает те законы, которые приходят на голосование. И это не просто какие-то там дежурные, там какие-то там законы, которые там, ну там про лесное хозяйство. Они даже не читают. Вот вы недавно видели, какой у нас там скандал был, когда они обнаружили, что ой-ой-ой, они там проголосовали, что-то там про женщин было или там еще что-то. И вот все они потом начали извиняться. Понимаете? Это страшно. Наше государство сейчас управляется так называемым парламентом, так называемым народным представительством, где сидят люди, которые совершенно наплевать на то, что происходит в Кургистане. Нам надо переписывать конституцию. Я понял. Нам надо заново, заново перезагружать государство. Я понял. Реальные шаги. Реальные шаги. Давайте, вот уже 15 октября, мы должны избрать того лидера, который возьмет на себя ответственность, посмотреть нам в глаза, посмотреть в глаза, посмотреть в лицо истории на 30, на 30, на 50 лет вперед и осознать ответственность за наше государство. Если мы сейчас себя не вытащим вот за волосы, кто-то, национальный лидер, не появится и нас, значит, не переборет нас самих, не расставит всех нас по углам и не заставит всех нас работать на благо государства, на новых условиях и в новой конституции, ваши... Ваши призывы мне нравятся, но Игорь говорит, что у национального лидера у нас нет. Сегодня на этих выборах нет. Выборы на то и существует, чтобы такой лидер появился. Такой лидер появился. Вы думаете, что там есть эти лидеры? Ну, вы понимаете, всегда же так бывает, когда лидер, и он может быть избран 30% голосов, но он служит всем 100. И все 100, я могу за вас не проголосовать, но завтра вы будете моим президентом, и мы друг другу поклянемся в преданности. Вы будете служить мне, я буду слушаться вас. Игорь, есть пошаговая какая-то инструкция? Ну, я, во-первых, хочу вернуться к вопросу, который вот идилю был задан, был поставлен вопрос, зачем президенту, ну, кандидату президента нужна партия. Дело в том, что мы выбираем, как я уже тоже говорил, это его оружие, нет, мы не Молдова, да, то есть, когда парламент выбирает президента, мы республика, где идет всенародное голосование, то есть, для политика, это, конечно, базовая организация, да, его партия, вот, но одной партии тоже мало, сегодня, любого, ну, можно сказать, про любого человека, что вот за ним одна партия, этого тоже мало для того, чтобы он стал президентом. Ему надо договариваться, то есть, по сути дела, мы будем иметь, коалицию большинства, как в парламенте есть, да, есть объединенные между собой партии, которые объединяют общий интерес, и они готовы выдать мандат доверия одному лидеру, из этого, поэтому, нет, не они должны выбирать, должны выбирать мы все, я имею ввиду, коалиция большинства, это имеется ввиду, как в одиннадцатом году, вокруг Алмазбека Атамбаева, большинство политических сил его поддержало, и он выиграл выборы, это так, трудно сравнивать с вами, это так, сегодня, сегодня, в любом случае, любому лидеру, от которого мы можем сказать, что да, вот у него там, 70 процентов, что он победит, ему все равно, будет необходимо договариваться с другими крупными политическими силами, не для того, чтобы он просто победил, а для того, чтобы он потом мог уже, управлять государством, а знаете еще как бывает, вот каждый раз, каждый раз считается, вот опять-таки, вот они все-то объединяются, и каждый раз, вот наш добродушный народ, вот самое главное, вы там не ссортись, вы как-то поделите, вы там, вот ты избрался, ну вот такой счастливчик, ну ты ему дай вот это, ты ему дай вот это, ты вот это, а вы знаете, что это не в наших интересах, это в интересах элиты, это в интересах вот этой кучки, вот которых там, старый, заскоружло не успешно ним не который не получилось развитие нашей страны но они все ошиваются и каждый раз они кусочка урывает понимаете вот может получиться так как вы предлагаете договориться и всем серьгам сестрам себя по серьгам раздать и все мы мирно заживем да а может появиться и должен появиться такой лидер который получит народный мандат и вот эту всю шайку лейку вон туда может быть не посадит но он в угол в угол не за решетку и новую элита будет новый государь развивать для того чтобы не был резидентская ключевых ребята для того чтобы он получил мандат для того чтобы он победил у него должны быть деньги тут два варианта либо запад нам поможет либо восток на поможет нету почему вы так думаете наша страна один ордин выгодите поедине это мы и 90-е годы не начало не середина двухтысячных у нас появился мощный национальный капитал у нас появились собственная такая буржуазия это очень хорошо для страны потому что мы не то нищие государства которые мы были 90-е годы понимаете у нас есть несколько сотен как настоятельных семей обла определяет которые превышают десятки миллионов долларов понимаете у машин на улице нет 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 вы посмотрите это огромные деньги у нас нашей стране крутятся поэтому это не так что у нас тупой звук было когда заезжий там казах мог там отдать нам 3 миллиона долларов и купить половину страны нет у нас уже появилась национальная национальный капитал и это очень хорошо для нашей независимости в общем западном не поможет вы знаете нам это не надо вот если мы будем себя вот так вот думать представьте себе если вы каждый день вот вы отец семейства вы отец я отец если мы будем каждый раз думать не про то как заработать и не про то как прокормить свою семью а кто нам поможет сосед справа или сосед слева берут же кредит нет ну да кредита другое дело но другого дела тоже самое понимаете деньги все равно придется отрабатывать вот мне еще вы говорите про конкретные предложения мы сказали про парламентский иммунитет еще вы знаете что мы должны сделать для того чтобы нас появились настоящие партии что настоящие партии в кыргызстане они де-факто есть но и все стесняемся их признавать наличие и вводим искусственные ограничения для того чтобы эти партии не были оформлены что у нас партии могут быть региональные хотите вы того или не хотите они на самом деле фан они фактически есть ну поэтому мы должны убрать мы же стесняемся мы все время боимся у нас самый национальный страх это то что вот мы расколемся и рассоримся и развоюемся и и но не так это во многих странах региональное различие посмотрите на италию северная италия южная италия посмотрите на армюнта брата маркс писал северная англия вот она развита индустриальная полет лондон тот помните промышленный манчестер и прочее поэтому вот кодекс о выборах вот наш закон о выборах ой 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 как мы его должны перепис переписать но прежде всего там убрать вот это тупое ограничение которое от каждом у каждой области значит по значит но что там 0,005 там что-то получить а вы знаете почему это даже не конституционно этим самым наш законодатель идиот законодатель он область приравнял к федеральным землям а мы не федеральное государство мы унитарное государство эти области у нас административный искусственное образование вы про кого говорить автор ну это уходит назад там в позднее акаевское время но первые парламентские выборы у нас были когда в 2007 году и именно бакиев ввел вместе с медитканом шоканы чем покойным вот это ограничение чтобы вот север тогда не получил вот это значит большинство и он не получил потому что от амикена не завалили там нас 100 100 200 голосов там что им городе ваше не хватило и высылать с этим но я не согласен в том плане что у нас вот все таки когда мы если будем говорим да может быть в выборах в парламент хотя вот у ногу прогресс это вот пример когда партия в общем-то вы выходец из именно области до дошла до уровня республиканской вот у ногу прогресс она все-таки начинала стартовала как партия чисто региональная она выросла она все равно выросла да так или иначе рост был но я вот замечал просто по небольшим городам тот же карта же карбалта у них там вот были перевыборы не так давно то есть там получается победили вот как раз местные партии которые были чисто городского типа а вот как раз игорь на местных выборах на местных выборах мы пол должен полностью отказаться от партийных списков они должны быть как раз таки они должны быть индивидуальные и как раз таки многомандатные они у нас были там разного но мажоритарные не должны быть потому что вы знаете что нордин опять таки это мы у нас огромная проблема у нас дом практически полностью захвачен а мы все время либо этого никто не хочет видеть либо об этом никто не хочет признавать об этом не хочется не хочет разговаривать вы знаете что политические партии у нас вон без кейки ваши их нет мы это уже признали а опять-таки наш всеми нами уважаемый горячо любимый эмирбек черкеша текебаев вместе со своими друзьями коллегами решили вот значит партии пустить на муниципалитетные выборы и знаете что обнаружилось что там-то у нас гражданское общество как такового политических ячеек нету кто самый организованный вот на местном уровне смотря где везде в стране самое организованное с ресурсами в том числе с ресурсами принуждения это бандиты это о п.г. и вот везде где вы пойдете посмотри посмотрите во всех вот этих наших городах все братки которые раньше сидели где-то по подвалам и прятались от милиции сейчас уважаемые отцы города легализуется им это вот они партийные все лидеры понимаете но это другие страны уже проходили мы тоже будем парам это зачем нам это мы хотим зачем нам это проходим если мы берем соединенные штаты америки то там вот мы к есть возвращаясь к вопросу зачем президенту нужна партия пожалуйста там же все равно идет борьба партийных систем там же не бой вот не в любом случае вы думаете им все равно да не кто любом либо томикен либо ногу либо там еще кто-то вот они им и их разве волнует а и его от центральных вот этих наших уважаемых значит партийных деятелей тире олигархов их как бы вот тоже их же спорт же их тоже не волнует там какая лошадка там лишь бы вот под брендом своей партии вот они вот как смотрят как тараканы прибежали вот мой таракан пришел а их даже не волнует что там таласи или там на рынке происходит сами себе беритесь никаких партийных инструкций они не не присылают ну может быть вот сейчас во время национальной компании они как-то будут ожидать чтобы там их поддержали но и он тоже опять-таки fifty-fifty большинство из них собственные интересы по другим там партии нету как так у нас между тем у нас все равно партии решили проблему север-юг я имею виду в политике все равно мы мы сегодня имеем республиканские партии который который баланс этот соблюдает север-юг решена вот как раз таки 25 годами нашего развития и ростом общенационального сознания ростом общенационального сознания мы раньше то все кыргызы мы даже мы же все были родовыми родовыми мы все жили своих по ущельям по своим юртам когда мы выходили на базар мы вообще думали что на всех зарежут и иногда резали не обязательно она была на юг ехать вот у тебя род понимаете да общенациональное сознание силу времени силу какого-то значит развития силу того что мы повидали мир силу того что мы все значит посмотрели север-юг решила не партийная система не партийная система север-юг решила вот просто развитие выход времени мы переболели многими проблемами все равно сейчас если вы садим игорь посмотрите допустим это это не мои предположения это социологические вы это значит выкладки кто будет голосовать вот допустим на нашем значит в нашей овской области по вот неважно за кого лишь бы свой старые старшие поколения вот они будут вот именно пюш тюк вот наш пюш тюк наш значит жеребенок пусть он вызовет молодежь думает совершенно иначе молодежь будет голосовать за общенационального лидера какой-то степени естественно фактор региональной продажности есть но не самый важный и вот эта надежда то что мы преодолеваем эту систему это вот детская болезнь и вот этого регионализма вот мы все время говорим север-юг а почему мы не говорим о том что есть восток и запад восток и запад они они очень мощно и очень хорошо влияют вообще на внутреннюю жизнь кыргызстана у нас у нас вы знаете у нас у меня у меня вопрос вам вы себя кроме того чтобы сейчас качество вы говорите только за кыргызстан вообще какие ценности восточного или западного склада готовы внести в кыргызстан вот что вы имеете ввиду вот пас под востоком вы имеете ввиду японию вы вы имеете ввиду Китай, Индию, вы имеете ввиду Дубай или Рияд, или Анкару, или Стамбул. Ну, давайте так, Запад это Европа, это Соединенные Штаты Америки. Давайте так. Я вам так хочу сказать, что вот это вот такие, значит, это же дискуссия нашего старшего брата русского народа, да, вот западники, там, славянофилы, вы знаете, это давно настолько все устарело, серьезно, абсолютно, вот это повеса, которая, восток-запад, которая нам навязывается, это потому что вот мы находимся в русском мире, и там эта установка именно силу заинтересованности вот того авторитарного режима, который там установился, вот мы, зато мы родные, а там вот там Европа разная, а там вот это, и специально культурные какие-то противоречия, значит, вот, как пугало, а если вы, это не восток-запад, это не восток-запад, понимаете, потому что посмотрите на Китай, посмотрите на Китай, Китай сейчас наибольшая развитая сеть высокоскоростных поездов, Китай производится 90% всех высокопромышленных товаров, все это понятно, Китай идет не спеша, да, мы уверены, это запад или восток, вы понимаете, при этом там одна партия, вы знаете, если бы Китай торопился бы, то, наверное, вектор какой-то Китай принял бы, либо в восточном, может быть, это будет юго-восточная, нет, Китай, он, собственно, дорогу своей идет, Я согласен, я поэтому, поэтому говорю, что раз Китай не спешит, мы его пока не трогаем, мы всегда говорим о тех, кто все-таки демонстрирует какие-то определенные шаги, это восток и запад, ну, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, Нет, я не понимаю, о чем вы говорите, потому что, что для вас, вот, восток... Мы говорили сейчас про русский мир, да, это восток или запад, это, скажем так, Для нас это запад, это хорошее направление, для нас это запад, это хорошее направление, Вот почему Украина или Грузия, она разрывается между Россией и Европой, да, у нас этого выбора нету, для нас запад, это Россия, потому что наш восток, это Афганистан, здесь вектор очень ясен, хотя... Если бы я имел в виду четко одну только Россию, я бы сказал бы, что это северное направление, Я говорю про восток и запад, есть, есть такой вектор, вы меня не переубедите, Нет, у нас нет... У вас есть другое мнение... Нет, ну, давайте в контексте нашей беседы, да, все-таки надо отвечать на вопросы партийного строительства, Они просто как бы геополитического выбора, это немножко уже другая история, да, А что касается партийного... Я почему затрону касается партийного строительства, Наши, если мы возьмем выборы 2010 года, естественно, наши политики, Они ездили, кстати, не только в Москву, они ездили в Астану, Ну, да, то есть мы, если мы берем партийное строительство, То ориентиры... И за океан ездили... Вот я с океаном ездил... Я с Иделем не соглашусь, что только вот русский мир нету, Почему было много наших политиков, которые ездили, обсуждали, И сейчас кандидаты в президент, они едят в Казахстан, ездят, есть такие факты... Но мы вместе с Казахстаном живем в русском мире... А зачем они ездили? Мне очень сложно говорить, что это русский мир... Мы говорим с вами по-русски, Игорь, мы живем в русском мире... Я понимаю, но русским немножко другое все включает... А вот, что касается наших миграционных потоков, То, собственно говоря, ведь никто под автоматом наших, допустим, граждан... Ехать работать в России не заставляет... Конечно... Ехать работать в России, в Казахстан не заставляет... Наше вхождение в ЕС, оно было продиктовано, просто как бы партии поддержали... И, кстати, в 2015 году, практически во всех программах партий, которые прошли в парламент, У них было записано, как экономическое развитие страны, сотрудничество в рамках ЕС... Но это не потому, что так им сказала, как бы Москва... А потому, что они прекрасно понимали, что основные торгово-экономические связи... Ну, не берет Америка сегодня наших товаров... Это понятно... Здесь есть вот эта вещь... Но наши политики, они в любом случае ориентированы еще на внешний фактор... И когда мы говорим, что общенациональный лидер... Речь идет не только о том, что его поддержал весь Кыргызстан... Ну, как бы основные силы... Вот я про это не спрошу... Мы еще говорим о том, что этот лидер имеет внешнюю поддержку... Но я бы не ограничивал только то, что эта поддержка, допустим, исходит со стороны России... Произошла и все, точка... Нет, этот лидер еще ориентирован и на другие страны... Но лидера изберет, изберет народ Кыргызстан... Естественно... Изберет народ Кыргызстан... Потому что, когда иногда мы увлекаемся... И как бы так... У нас время заканчивается... У меня такой вопрос... Давайте так... Суммируем нашу сегодняшнюю беседу... Политическая архитектура существует у нас в Кыргызстане? Вот у меня вопрос к вам... Развалины этой архитектуры, которые выдаются... Развалины не могут быть архитектурой... Да, она не функциональна... Все, понятно... Она не функциональна... Я считаю, что мы находимся в стадии становления... Но что самое главное... Что сегодня присутствует у нас... Как бы вы не критиковали нашу партийную систему... Как бы мы не критиковали наш парламент... Есть политическая конкуренция... Я думаю, что это очень важный момент... Функция цирка развлекаловка... Вот понимаете, мы все гордимся нашим парламентом... Ой, как нам интересно... Как нам интересно... Но они не работают... Они даже не читают законы... Нужен нам такой... А если, допустим, вас выбрать депутат... Вы пойдете туда... Это же институт... Это же институт... Вы должны менять правила... Мы должны менять правила... Мы должны менять правила... Для того, чтобы, мне кажется, партии были более ответственны... Поэтому нам в следующих парламентских выборах... Необходимы изменения... Чтобы мы 50% выбирали по одномандатным округам... А 50% партии... Тогда бы партии... Они понимали, что им дышат в спину... Все, понятно... Время закончилось... К сожалению... Можно долго и нудно спорить на эту тему... Суммируем... Вернее, я подведу итог... Политической архитектуры у нас нет... Есть развалина... К сожалению... Это надо признать... Спасибо вам... За то, что вы пришли в студию... Спасибо вам двоим... За то, что вы подтвердили... Мои... Мнения... По этому поводу... Всего доброго... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok